Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информационного агентства Хакасия. Сегодня у нас в гостях эколог, общественный деятель Алексей Иванович Вернигоров. Здравствуйте, Алексей Иванович. Добрый день. Знаем, что вы неравнодушны к ситуации, которая возникла не так давно на территории Усть-Абакана, связанного с разливом нефтепродуктов на территории бывшего предприятия МИБИЭКС. Знаем, что вам есть что сказать на этот счет. Пожалуйста, вам слово. Да, меня сподвигло прийти к вам как раз высказывание ваших респондентов на публикацию о новом розливе нефтепродуктов на территории бывшего завода МИБИЭКС, которые пытаются привязать все это к политике. Что это все сделано по политическим вопросам. Диверсия, специально откопали емкость, разлили мазут. Но не надо из всего делать то, что даже по логике вещей ни в коем разе не может быть. А хочу я рассказать следующее. Вся эта ситуация, это результат работы Республиканского Росприроднадзора. Начну издалека. В свое время предприятие МИБИЭКС, гидролизный завод, старое название, объявил себя банкротом. И его банкротом признал суд, Красноярский, арбитражный суд, признал его банкротом. Назначил туда конкурсного управляющего. Там, по-моему, два раза меняли, что ли, еще один был, потом второй конкурсный управляющий. Но все, всем этим распоряжается арбитражный суд. После объявления его банкротом и введения конкурсного управления, здесь сразу же образовалась очередь кредиторов, которые обратились к конкурсному управляющему для того, чтобы он принял все меры для погашения кредиторской задолженности. Это прокуратура по зарплате народонаселения, которая работала на этом заводе. Это налоговая инспекция, которая говорит, что налоги должны быть уплоченные. Энергетики, которые говорят, что нам должны не столько-то. И там формируется список кредиторов. Там много еще было предприятий, которые выступили в роли кредиторов, но там не было в этом списке Росприроднадзора. За всей деятельностью хозяйственного бывшего завода во время его работы осуществлял Росприроднадзор за соблюдением экологического законодательства. Как только наступило банкротство, они были тут же должны были сделать инвентаризацию отходов опасных, перечень, количество и стоимость ликвидации этих отходов. И соответственно, они должны были предъявить это конкурсному управляющему. Вот это вот, но должны были добиться того, чтобы в списке стоять не самые последние, там должны за то, что метла кто-то поставлял, и был в списке кредиторов на поставление метла, подметать территорию, а и стоять после него, а стоять во главе этого списка. Потому что бездействие приводит к тому, к чему мы сейчас пришли. Это нарушение состояния окружающей среды, баланса, дисбаланс привело к чему. Значит, вот теперь будем идти дальше. Значит, таких мер Росприроднадзор не принял, хотя в то время я выступая говорил бывшему руководителю, там был руководителем Косолапов, не помню имя отчества его, что вы должны встать в очередь туда, на то, чтобы утилизировать все это дело. Ну, словом дела, значит, здесь буквально после того, когда прошло судебное банкротство и вступил в свои права к конкурсной управляющей, случается смертный случай на территории этого предприятия. В технологическом процессе использовалась соляная кислота. Там стояла емкость 8 кубов. Емкость специальная, нержавеющая, там оцинкованная, или никелированная она была, или эмалированная, ну, неважно, которая не воздействует кислотой. В 8 кубов стояла кислоты. Внизу стояла задвижка. Тоже из специального металла, который не реагирует на действие кислоты. Значит, пошла мода на сдачу металлолома. Особенно цветных они стоят недорого. Человек, попав на территорию банкротного предприятия, нашел эту емкость, увидел эту задвижку цветного металла, начал ее откручивать. Флянг все только раздвинул, оттуда хлынула кислота, на него человек погиб. Кислота ушла вся в землю. Но там еще, в следующий момент был, фурфурол. Есть такое вещество, которое получается в производстве, получение спирта, получается вот это фурфурол. Тоже это яд, но он кое-где используется. Он также хранился в емкостях. Одну из емкостей разлили, перевернули. Но здесь тогда сработала администрация района. Туда эта информация попала. Они начали искать, кто этим делом занимается. Вышли на меня. Заключили договор. Я собрал, что можно было с земли, с грунтом. Слил со второй емкости фурфурол. И сдал все на полигон токсичных отходов в город Томск. Увез. Обошлось здесь. Ладно, хорошо. Дальше. У вас есть благодарственное письмо. Да, благодарственное письмо есть от администрации района. Значит, здесь следующее, значит, режут емкости с топочным мазутом. Там было здесь в одном из комментариев, как раз говорит, что нельзя было продать мазут. Да нет, никто его не купит. Он потерял уже все свои потребительские качества. Там остались углеводороды, остались только тяжелые, тяжелые фракции и парафины. Управляющий компанией, внешнеуправляющий заводом, дает команду порезать эти емкости на металл. Металл сдать, деньги рабочим рассчитаться. Мазут на землю. Образовалось озеро. Там 300 тонн было, да? 300 тонн мазута. Росприроднадзор тоже никто даже пальцем сперва не пошевелил в этом отношении. Пока ОНФ не поднял вопрос, но что это очень, так сказать, серьезно и находится все это в водоохранной зоне реки Енисей. Обратим внимание, что на тот момент вы входили в состав ОНФ, возглавляли экспертную группу по экологии. Да, я начал добиваться ликвидации этого мазутного озера. Битва эта шла у нас за ликвидацию, никто не хотел признавать себя виновным, никто не хотел ее убирать. Примерно полтора-два года. Потом меня судьба свела с депутатом Госдумы Гутенев Владимир Владимирович, был там такой. Он как раз был в комитете по экологии в Госдуме. Меня в Иркутске с ним свела судьба, когда я ему это все рассказал. Вернувшись в Москву, он написал депутатский запрос на имя Бастрыкина, следственное управление. Оттуда приехали два человека и наше правительство, беря на себя эти обязательства финансовые, с нарушениями, опять же, всех экологических законов, ликвидировали. А в чем заключались нарушения этого? Нарушения. Значит, по предложенному Росприроднадзором сценарию, они завезли туда ПГС, насыпали в это озеро, оно стало уже не жидким, а пастообразным, загрузили его на автомобили и отвезли на полигон в Густья-Бакам. Это сейчас он уже закрыт, этот полигон. В чем это нарушение выражается? Значит, когда слили мазут, загрязнили, заиспортили часть грунтов мазутом. Считайте, надо посчитать ущерб на это дело. Они взяли еще грунт, который является, ну тот же ПГС, является природным ресурсом. Росприроднадзор призван рационально использовать природные ресурсы нашей страны. Они советуют, возьмите еще песка сюда, набахайте, делайте пасту и увезите на полигон. Это первое нарушение, что нельзя было увеличивать нагрузку цены на загрязнение грунтов. Они это сделали, посоветовали правительству. Значит, следующее, второе нарушение. Его нельзя было складировать на полигоне, вот на нашем твердобытовых отходах. Мазут – это очень текучая субстанция. И вот сейчас там, где они его сложили, она, скорее всего, уже начинает собираться в то же озеро. Только там под землей уже теперь. Засыпали его, там под землей. Но рядом находятся еще отходы какие-то. И бывают возгорания. Не один раз, вы все, наверное, слышали и знаете, что свалки горят. И если там, вот рядом с этим мазутным озером, вот те отходы загорятся, вот эта бомба мазутная бахнет. Когда она бахнет, не знаю. Ну, бомбу эту заложили. Как нужно было утилизировать? Утилизировать? Значит, нужно было сорбентами, я предлагал. Сорбенты, которые взять специально разработанные и произведенные промышленностью сорбенты, которые в одну, допустим, капсулу собирают больше, чем она сама. Вот углеводородов собирают. Потом их раз и везти на полигон токсичных отходов, где специально строятся карты, специальные, куда, где захораниваются они, которые там отдельно разделены, они бетонируются там. И они не попадают в почву? Они не попадают в почву никак. Это первое. Вот это вот надо было делать так. Но так это дорого. Либо переработать, вот это вот, все это здесь прямо можно было на месте, с помощью биосорбентов. Это сорбенты, которые, поглощая углеводороды внутрь себя, где находится биота, которая питается как раз углеводородами. Но это промежуток времени очень большой. Там, допустим, 3-4 месяца, а то, может быть, и до полгода, смотря что. Такие тяжелые фракции бывают даже и до 7-8 месяцев, уничтожаются биосорбенты. Должны были сделать так. Но на одном из совещаний, где была предложена Росприроднадзором вот эта вот ликвидация этого загрязнения с нарушением вот этого всего, значит, я еще обратился к замгубернатора Крафт Владимира Николаевича, Александровича. Владимира Александровича, и сказал, что почему мы тратим бюджетные деньги на это дело? Вина вся, вот этих всех вот конкурсного управляющего и Росприроднадзора. Ну, Росприроднадзор, с него денег нет. А конкурсный управляющий должен за все, за это отвечать. Значит, там мне начали возражать, что конкурсный управляющий, откуда у него деньги? Я и тогда сказал, ведь он туда попал, в конкурсный управляющий, не просто шел мимо завода, зашел, говорит, я буду вас конкурсным управляющим. И вот туда назначил арбитражный суд. И за все его действия несет арбитражный суд. Потому что он является их номенклатурой. Я тогда предлагал, давайте посчитаем все, я говорю, я помогу вам посчитать все, давайте подадим в суд, на арбитражный суд города Красноярска для ликвидации этого озера. Теперь эта же картина происходит сейчас опять. На земельном участке кто-то там откопал эту емкость. Там заходи и копай, там копают, по-моему, кому не лень, все копают. Чего там роют, ищут, я не знаю, но ищут металл, я так понимаю, для сдачи металлолом. Откопали емкость. Она оказалась тоже с мазутом. Правда, объем не сильно большой был там. Ну, по сравнению с тем мазутным озером, не сильно большой. Ну, это какой не сильно большой? Ну, я сказать, где-то порядка, может быть, 8-9 кубов. Так где-то, мазута. Вылили его. Когда хватилися, мазут, ой-ой-ой, что будет. Опять перебуторили его весь, и эту кучу сложили в одном месте. Вот этот замазученный грунт соскладирован, все на одном месте. И сейчас, на сегодняшний день, опять же, этот Росприроднадзор ищет способы назначить, не найти, кто виноват, а назначить виновного. И назначают в этом, либо главу администрации поселка, Леонченко, либо главу администрации района Егорова. Но пока решение не вынесено, пока административного дела, насколько нам известно, не возбудили. Пока нет, пока материалы дела переданы в прокуратуру на возбуждение уголовного дела. Если откажет в возбуждении уголовного дела прокуратура, тогда Росприроднадзор возбудит административное дело против главы. Вот я когда прочитал вот вашу ленту, я теперь хочу понять, а в чем же здесь политика-то? Это что? Какая-то партия говорит, давайте откопаем емкость, которая хранится здесь, и обвиним в этом вот другую партию и другого руководителя. Вы не считаете, что здесь политически? Политики никакой здесь нету. Это посаженные копатели. Да, да. Это просто вот наша работа, я говорю, это результат работы Росприроднадзора. Вот как раз вот здесь вот видно его. Результат работы Росприроднадзора. А чтобы опять себя вину снять, они назначают виновного сейчас. Кто сейчас должен заниматься ликвидацией этого мазутного, наверное, уже не озера, но все равно-то экологической проблемы, то сейчас, если там уже нет конкурсного управляющего, кто должен этим заниматься? Да, вот сейчас это вот уборкой могут обязательно заняться как раз владельцы территории. Поселка. Не обязательно поселка, если там территория отдана кому-то в аренду. Вот может быть, может быть, что она передана кому-то в аренду. Если в аренду, то арендатор. А если нет арендатора, то не вичья. Значит, поймали, как раз поймали человека, который вот это копал там. Фамилия, имя, отчество его известно. Значит, техника была там. Когда поймали там все это дело, он был на месте. Он виноват, значит. Кто-то человек должен восполнять этот ущерб? Конечно, конечно. Но никак не глава поселка? Нет. И не налогоплательщики, которые внесут денежки в бюджет поселка, района и республики. Они должны... Вы еще говорили, что вы готовы даже помочь главе поселка, если вдруг на нее возбудят... Да, если возбудят и обвинят главу поселка или главу администрации района, вот обвинят, что они виноваты в этом деле, хоть по уголовному делу, хоть по административному делу. Я готов выступить у них, значит, как специалист-эколог адвокатом в любом из судов. И больше чем уверен, что я докажу, что они ни при чем, они не виновны. А вот теперь убирать это дело, по моим прикидкам, я уже был на месте этого нарушения экологического, видел объемы. По моим понятиям, там грунта сейчас примерно кубов где-то 150-180 лежит, это куча. Если утилизировать это все на полигон отправлять, то есть грузить на машину и отправлять на полигон, это будет где-то порядка 35 до 45 миллионов стоить. А кто занимался перемешиванием с грунтами? Вот этот, кто копал. Кто копал, тот... Он пытался ликвидировать. Да, да. Не ликвидировать, а минимизировать. Да, замазать все это дело. Значит, если заниматься, ну еще можно методом, методом, вот я вам говорил, экосорбентом, то есть применением биоты, биомасс, уничтожить вот этого дела, можно и таким. Это будет стоить где-то, ну, прикидывая, так примерно, может быть от 5 до 6 миллионов. Это выгоднее будет. Это выгоднее будет. И это подъемно. А если вывозить на полигон вот этих вот химикатов, то это... Опасных отходов, вот я и говорю, это от 35 до 45 миллионов. Это либо в Красноярск везти надо будет, либо в Томск. Цена утилизации на полигоне, там, то есть захоронения, ну что, там строительство специальной карты, то есть там бетонированные, саркофаг делают, туда закапываю, все это дело. Значит, от 100 до 150 тысяч за тонну полигон принимает. От 100 до 150 тысяч. Вот примерно там у нас на сегодняшний день по тоннажу это будет тянуть где-то, ну, ни много ни мало тонн 260-280. Вот эта куча будет весить. Вот теперь посчитайте, сколько это будет стоить транспортные расходы. И, ну, возьмем даже по 120 тысяч, средненькую цену за утилизацию. Алексей Иванович, а как так получилось, что в природоохранной зоне реки Несей построили такой опасный объект? Это, когда его строили, это был 50, не собрать, 52-й или 51-й год ли завод этот строился. Значит, тогда понятий экология, как наука, не изучалась, водоохранных зон там не было. Строили так, как было выгоднее для государства. Вода вот рядом, вот поближе к реке ее. Ведь ни один поселок на земле не строится там, где нет воды. Даже жилой поселок, где нет воды, там не строят его. Хотя бы там вроде и место красивое. Ну, а воды, если нет, значит, там ничего не строят. Строят там, где есть водоснабжение, где можно питаться водой. И еще, значит, я здесь уже года два назад поднимал еще вопрос. Это тоже касается МИБИЭКСА или гидролизного завода. У нас в Усебакане есть лигнинное поле, которое горит и отравляет жителей рядом. Там дышать нечем. Там, ну, это в старые времена, там бывало люди гибли. Несколько человек там погибло на этом лигнинном поле. Особенно дети играли и проваливались, а там пожар под землей. Там пожар горит. Значит, наше доблестное Министерство природных ресурсов и экологии решило бороться с этим лигнинным полем. То есть, его уничтожить. Заказали проект. Заплатили деньги. Но я вот до сих пор так и не интересовался. Где этот проект? Куда делись деньги? И наместили лигнинное поле. Оно как было на месте, так оно и есть. Это еще одна язва, оставленная МИБИЭКСом или гидролизным заводом. Вот об этом тоже надо думать. А никто ни Росприроднадзор об этом думать не хочет, ни наше Министерство природных ресурсов и экологии. Опять же скажут, это политика. Это вот лигнинное поле, это хохлы. Подожгли его там и травят жители Усивакана. Сейчас для Макасии вот именно в повестке актуальнее сказать, что Коновалов это делает. Ну или Коновалов. И еще могут додуматься, сказать, что это по приказу Сокола. Поле это поджигает, а Коновалов в этом виноват. И вот, но это никакая не политика. Это жизнь. Когда я уже выражал, это здесь мнение у вас, что когда сапоги точают пирожники, а пироги пекут сапожники. Вот как раз это и получается. Продолжение следует...